Район копчика и прямо идём в спинной мозг. И давай заходим в спинной мозг и всё, что идёт, проговаривай. Какую информацию нам там интересно получить можно? Интересно, из животного мира пошло. Я говорю, я пока не понимаю, что просто тебе вываливаю. Идёт движение. Значит, движение идёт двух видов. Идёт энергетическое. Если бывает сужено, очень сильно сужено, плохо ходит. Есть и вот эти, как шарики-колёсики, они забит позвоночник. Информация идёт и в шариках, и в энергии. А шарики бывают полупустые, бывают пустые, бывают уполненные. Вот шарик, который вот готов лопнуть почему-то. Почему? Вот идёт через соединение. Там соединение чего? Шарики с энергией связаны. Причём подключаются под запрос. Не всегда они включены. Окрашены по-разному. С одной стороны более тёмные, с этой стороны светлые. Угу. Почему? Какие-то вилочки. Разные потоки. По потокам. Потоки. Да. Потоки. Какие-то вилочки показывает. Вот так вилочки идут. Вилочки. На вилочках очень. Вот тронь вибрирует. Какие-то вилочки. Вилочки. Есть обломанные вилочки. Вот так. Одна. Есть вообще сломанная. Тут такой, как... Это причём внутрь. Внутрь идёт. Внутри всё. А есть вот как обрубки торчат. Вилочка, которая полная, как полная. А есть совсем. Обрубки, задай вопрос. Почему обрубок, что обломано? Первая идёт травма. Травма. Травма психическая. Угу. 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 Так. Это я, наверное, себя рассматриваю. Ну, скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Нет. Тогда надо. Мы общую хотим картину взять. Вот это война. Да. Надо бы как-то общую брать. Ну, давай любого человека, среднестатистического человека. Угу. 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 Он чётко берёт снизу энергию. Угу. 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 Без вещества вилочка это плохо действует. А вилочки идут, какие-то энергетические струны получаются? Вот тронешь, вибрирует, получается. Энергию может принимать, чувствовать вибрацию. То есть на каждой идет настройка вибрации, вина, обида, вот это все. Вот вилочки идут. Бывает, что у человека вещества мало, этого светлого. И вилочки тогда, если сказать по-русски, закостенеют и плохо эмоции проявляются. То есть нет вещества, нет проявления эмоций. И тогда уходит из вилочки, выходит что-то туда, выходит из мозга. Вещество шикарное. Оно как проводник чего? Проводник. Оно, да, цвет меняет. Поднимается выше вещество. Оно получает команды. Команды идут. Что за команды? Сверху команды. Подключение. В веществе какие-то пустые плавают. Есть заполненные, есть пустые. В пустые есть возможность что-то заполнять. Чем только предусмотрено, что мы можем заполнять вот эти пустые. Они нужны, они не проявляются, дискомфорта не создают. Но можно их наполнять. Мы можем наполнять это все светом. Как вывести то, что заполнено. Вот расширяются, которые вот-вот лопнет. Это не дают добро, чтобы вот как шарик лопнуть, что-то показывают. Не надо этого делать. А как делать? Шарик же надо сдуть как-то. Дискомфорт идет. Обладает сознанием. Руку к нему, а он иголочки выставляет. Что это? Нечто бывает. Сдуть нельзя. Защитиница. Как работать? Энергию показывают, что надо. Энергию можно частоту поднять. Поднять, да. Например, любовь и высшая радость. Поднять. А не сдувается совсем. Если просто приклеивается и не создает дискомфорта. Остается как на вилочке, как небольшое такое. А если осадное не снять? Вот когда происходит, например, человек что-то осознает. Вот. И работает вот этот поток, когда ты на какой-то связи с Богом. Он его унесет? Да. Он его просто зачистит. Показывает. То есть взымается осознание, это как очки осознания выкидываются вверх. Да, да. Вот он в позвоночнике, этот механизм прописан. Есть, да, возможность работать с этой информацией через позвоночник. Что это за ленточка вопрос. Вот такая волновая. Она тоже нужна. То есть очки осознания то, что мы сейчас работаем при схлопывании кармы. Через эмоции мы можем, отладив позвоночник, физиологию схлопнуть у человека все и вернуть ему это и с молодостью, и со здоровьем. Если мы научимся с этим работать. Это информация. Иголочки покажут. Еще какие-то. Вот эта ленточка, у нее как небольшие такие шипики. А для чего они нужны? Защита. Защита от чего? Прописан механизм защиты через позвоночник. Можно часть болезни отлавливать на входе. Задается команда. Работает. Каждый шипик идет, как стражи что-то отлавливают. Очень много информации. А когда канал светлый сужается, идет темное расширение. Темный, синий. А когда канал белый, становятся шипики. Не в состоянии это отлавливать. Идет износ чего-то этих шипиков. Ленточка. Ленточка старится. А что это? Ленточка физиологическая нечто. А можно ли ей дать энергию и восстановить? В ленточке записан механизм старения? Нет. Ленточка страж отлавливает. В ней прописана охрана. Охрана в спинном мозге идет. Защита информации. Защита физиологии. В этой ленточке. Ошипики это как рецепторы, которые улавливают ненужное. Мусор. Болезни. Информацию. Что приходит, помогает. Ленточка это. То есть это первичный фильтр информации будет служить плюсу или минусу человека? Да. Надо. Пока малыш растет. Работает очень много. Помощь идет. Помогает. Растет. 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 Чем. А старики. Возрастные. У возрастных вообще. У многих. Выпрямляется. Это практически. Волны не видно. Она есть. Но вот этой вот красивой. Волны нет. И шипики рассыпаются. У стариков. Как восстановить. Надо брать сейчас эту информацию. Или потом. Есть ли механизм восстановления этой защиты. Все что тянется, тянет сейчас. Я так понимаю, тут все равно будет прописан механизм старения где-то. Мы пока первую информацию берем. Потом дальше еще углубимся. Потому что все старения связывают только с х-хромосомой, с теломерами. А в спиной мозг-то. А на самом деле стволовые клетки и все остальное. Это где-то тут. По спиной мозге, наверняка, вот вся информация. Все не так просто. Шипы не просто шипы. Они в них, если их лучше смотреть, там наворочено много, как это рисовать надо. Идут каналы к нему подходят. В канале способность принимать чего-то. Обмотки идут. А есть ли возможность восстанавливать? Есть возможность, что надо делать? А с чем работать? Как-то скручивает, чего скручивает, сворачивает. А что свернуть-то? Воронка какая-то. А что воронка? Надо что-то загружать в воронку. А где эта воронка? А в воронке крышка стоит. Надо крышку снимать. Что-то загружать. Это давать информацию в шипике. Шипы разворачивают нечто. И они, оказывается, как это, как из мозга, могут сами восстанавливаться. Угу. Что за это? Кто-то есть? Сейчас слова скажу. Что за это? Что за это? Продолжение следует... 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 Техника, вырванная из контекста, она никогда не дает постоянного результата. А здесь, получается, надо выстраивать систему работы с физиологией, с энергетикой и с психикой, с сознанием. Вот когда вся цепочка выстроена, она тогда дает результат. Когда какие-то техники дают только, например, ментальные планы, или только энергетические, они как-то вырваны из контекста, получается. Их дееспособность снижается в разы. Идет информация по возможности отключить чего, чтобы эффективность в разы пошла. Понятно, мусор, спам, это понятно, это уже... Критиком должен быть включен механизм веры. Показывает, ну что-то с мозгом, мозг вообще какой-то темный, нерабочий, он есть, но... То есть, получается, через... и через мозг заходит надо... Через сознание. Нет, сознание, оно... Через... Сейчас попробую на своем языке объяснить. Значит, значит, есть знания медицины, они пока рабочие. Берем тупо человеку, объясняем, вот смотри, вот даем плацебо и говорим, вот таблетка, она запустит, ну даем витаминчик. Тогда мозг начинает светиться. Человек умом понимает, включается логика так. И потихоньку его подводим к тому, что он работает с осознанностью, меняет частоты. И отключаем. Вот это надо выдернуть потом. То есть, пока идем в комплексе медицина, осознание, запустится помощь, это идет беременная помощь, для того, чтобы пошел процесс, чтобы выстреливало. Мозг запустить на первое время. Ну, уже неинтересно, давай поинтересней. Что мы, на чем мы остановились. Смотри, вот мы берем, например, болезнь человека. Ну вот, опорно-двигательный аппарат. Вот, сконцентрируйся. У меня сейчас в голове клиент, да, Ваня. Он сидит в инвалидной коляске. Над ним давит. А кто его давит так? Прямо. Вообще, мне дышать тяжело. Кто его так давит-то? Угу. Он просто с повреждением позвонки и грудной, и шеями. Перебитый. Моя ты, деточка. Так хочется их пожалеть. Ой, и дышать. Переводь просто на практику. На себя на свое тело не бери. А просто сознанием пройди по позвоночнику и посмотри, что мы можем там сделать. Можем ли мы вот так сознанием сейчас вникнуть, через позвоночник зайти? Сейчас спросим. Моя душа. Душа Ваня маленькой ручки протягивает. Угу. Показывает, что, пожалуйста, можно, разрешает. Мы сходим? Да, он разрешает. Сходим. Позвоночники у него, значит, смотри, вот как, сейчас аналог приеду, как бензопила круглая. Там зубрики, позвоночники, как сплющены и зубчиками. А как, надо же делать, как бы, норму привести. А кто же так сплеснул? Надо, надо поднимать как-то. Угу. Давай светом. Давай светом и вот сейчас с волей. И в твоем сознании подключаемся и туда. Внимание. Тело болит. Угу. Боль пойдет. Первый этап, можно только зубчики на первом этапе. Очень болеть будет. Надо зубчики светом поправить. Корректно так. Угу. Зачистить. Хотя бы привести в район круга. Они царапают. Вот когда позвоночники царапают, он испытывает боли. Так. Давай это. По... Пойдет по ребрам. Показывает ребра. Угу. Иначе надо энергию пустить на те кальции. Что с кальцием? Кальций. Угу. Какое... Что ему поможет? Ему амарантик был. Вот кальций, белочек. Угу. Амарант ему, семечки, травки. Маме лучше не чаем. Маме лучше листики. Растет амарант везде. Найти, дать ребеночку белочек магний. Амарант пойдет. Чуть-чуть по физиологии подправить. Зверобойчика ему туда. Зверобой отдельно не давать. Маме. Идет комплексно. Косточки, позвоночник нарушено. Ммм. Энергетический столб зажат. Надо править. Ммм. Энергетику пускать. Убираем шипики, подпускаем энергию ему. Ммм. Ммм. Дойдем первый этап, только верхнюю часть, нижнюю. Потом доработаем. Поработать. Пусть дышит, дышит, дышать. Хочется дышать, дать дышать, дышать, дышать. Дышать. Мама. Мама. Что с мамой-то? Мама, бабушка. Что у него-то? Бабушка вообще не верит. Такое отторжение. Ругается. Матом ругается, что фигню затеяли. Бабушку можно изолировать. На время пусть не мешает. Уберите бабушку временно. Пейте ей путевку. Пусть уедет. Отдыхать. Мама с мамой надо. А что над ним висит? Что-то висит над маечком. Присмотри, что над ним висит, потому что душа готова, тело готово, а что-то сверху висит. А что за фигня? Мы тоже, когда просматриваем, уже даже есть моменты, когда ему надо пробовать вставать. Его можно поднять, чтобы он встал. Красивый молодой человек получится. Такое ощущение крылья режет кто-то. Ребенок не то что ходить, летать по жизни будет. Крылья режет кто-то. Посмотри, кто над ним, что за образ, потому что какой-то дец бородовый. Кто это? Это отец? Не-не-не-не, отец. Раз, два, три, четыре. Куда-то четыре уносит. Я четыре, это кто? Какой-то колодец. Стоит дед, что-то над колодцем говорит. А что дед говорит? Ой, я в это колодец чутко вижу. Вода, дед что-то какое-то плюет в колодец. Зачем плюет? Соседу что-то, что-то с соседом не помирились. А мальчик при чем? Сосед это его. А это не сам он в прошлой инкарнации? Ты говоришь, что вот это он сам с плюну плевал в колодец. А, сам. Ниточка прямая, Ваня. Это сам дед себе плюну не дает поднять чего-то. Так, а кто поможет? Какое решение тогда принял этот дед, мы сейчас отменим? Сам пить не буду, другим не дам. Я осознаю, признаю свое старое решение. Сам пить не буду, другим не дам. Испорчу всю воду. Буду пакостить. Она осознает меня данное решение. Здесь, если что говорить не хочет, волос меняет. Будем, будем менять. Будем менять. Забираем ресурс, воду очистим. Водичка чистая по свету, туда уберем крышку. Солнце туда добавим, ресурс возьмем, восстанавливаем. Водичка чистая, переливается. Ваня играет с водичкой. Польет на ручки, смеется. Переливай, Ванечка, переливай воду. Лицо. Лицо энергия. На спинку льем. Ресурс солнечный. Берем солнечную водичку. Так. Ваня ищу маме. Набрать воды в колодце. Поставить на солнышко. Пусть сутки постоит. Возьмет энергию солнца. Умывать Ваню. Самой умыться. Все, я выхожу. У меня голос отбирают. Извините, ребятки. У меня вообще-то голос звонкий. Так, я поняла. Ты была там, где, вот до чего мы не докатались. И реально, вот сейчас Ваня встанет, я знаю. Встанет, поможет. У меня один сеанс, два. Пусть ребят туда подключится. Водичкой пусть играет. Пусть мама играет вот такие движения. Он вообще в сознанке, да? Да, он в сознанке. Ему сколько, 20? Два, 23 года. Пусть играет с Ватичкой. Хороший мальчик. Красиво, невероятно. Хорошо. Хорошо. Дедушка голос хочет. Ватичку. Я ведь тоже в сознанку.